доброе утро мои дорогие зрители всех приветствую всем рада с вами наталья но в москве прям лето лето вчера так жарко было ну 30 точно было а сегодня чуть поменьше 27 все равно быть классно грозу обещает только завтра ну как всегда после жары всегда бывает гроза да ну что мои хорошие погода нас радует по крайней мере москве надеюсь вас тоже что у нас происходит в туровке а у нас 3 серия геморроя да и вот беда быкова вчера полчаса не могла выйти в стрим youtube-то не выпускает ну хотя она говорила что интернет не выпускает а сейчас есть ограничения даже по моему как ее кто-то писал у меня в чате что мама отличника говорила что youtube стал блокировать прямые эфиры не дает выпускать часто ну вот а вы кого не поняла но она вышла в другом формате когда идет диалог до когда два блогера выступает но маха отказалась ей никогда от слова совсем но она набрать не в форме было ну ладно рассказывает нам про геморрой рассказывает нам про лёху как она к легче съездила как она вчера закровила ну правильно написал кто-то из моих девчонок чате что сначала она будет геморрой рожать а потом будет рожать за ребенок как бы есть сразу бы не попасть на операционный стол да молодец дотянула дотаскалась дотрудилась все так и должно быть только я думал сначала что выпадет другое место ну видишь геморрой оказался шустрей что такое она сказала что закровила но это узлы геморрой дальние лопаются до рвутся но смотря как она кровит а то можно умереть и от потери крови то есть эта дурочка пока сидит на пускай сидит ровно на попе когда ей сказали надо лежать она на следующий день не чуть полегчало жопе и она уже поскакала кататься только я не думаю что она поехала к лёхе потому что лепешки вышли ровно через час 130 километров какого 300 километров она вчера накатала но и не знаю где ты катала свою жопу саньком вместе у нас у быковой очень вырос ремонт компьютера до с 50 тысяч до 130 у меня такое впечатление это мое впечатление после править увиденного быковской то что она сказала значит детали дорогие одна деталь цепляется с другой узнать что я могу сказать по моему она решила купить еще один компьютер зачем старый то на его сдаст и купит новый да вот этот системный блок есть соберут и она будет них купить даже 2 потому что у нее вчера была оговорочка по фрейду что когда на складок надо кроватку вероники перенести сюда ко мне в комнату уже надо как бы бортики покупать хотя я их не люблю ребенку там дышать нечем и балдахином но я куплю бортики мне так они нравятся и у меня тут стол будет ком ком а раз и замолчала то есть короче говоря у нее будет два компьютера один будет у детей стоять один будет у нее поверьте мне это будет так потому что я поговорила с нашими айтишниками они сказали говорят хороший компьютер мощным можно собрать но он то есть за пища от 50 можно игра есть 130 он год но это как минимум два компьютера да и поэтому у нее цены растут геометрической прогрессии у нее прям они сразу на взлет пошли я думаю что ребенок с ней спать не будет однозначно там такой будет кроватка стоять так для антуража ну или ребенок будет там когда она им будет трясти и просить денег вчера денег практически не давали и бы кого понесло с первым замужеством я хотела бы еще раз разобраться в ее математике математика странные особенность дяди бори очень странные про это то что она заставляла мужей чтобы она рожала мужья не хотели но прицепилась она к дяде борь во первых кто стал за кем бегать ну да он как взрослый мужик отец практически ей он не говорил добрые слова это тебя маман отдала к нему учиться английскому языку но он видно учил тебя не тому языку кто стал бегать за ним не дядя боря ты потому что доброе слово и кошки приятно ты начала ты ты его и развела с мужем потому что жена уже не выдержала а когда пошли слухи по поселку а тебе ничего не оставалось делать то есть ему не оставалось как развести с женой жениться на тебе то что ему проход не давала а ты перевернула все по-другому но быкова на все переворачивает по-другому дальше что происходило и мы понимаем что маме ты поставила условия а ты такая мама ты бы прям заперла ребенка дома если дочь тебе сказал что покончить с собой но мама тебя-то долбанутую знала поэтому не пошла да и конечно на тебя хотела сбагрить потому что она понимала какая шалава из тебя растет но это не помогло не другое волна ведь замуж ты вышла когда ты еще училась школе даже если ты пошла 8 лет школу а ты пошла 8 ты сказал почти в 9 по идее когда ты выходила замуж ты должна была учиться восьмом в тире девятом классе ты даже когда лёша родила ты по идее должна была быть девятом классе а лёша в росте пардон федора федора первого своего родила мальчика ты должна была еще учиться в школе вот почему школа молчала мне вот это непонятно да но может быть там вашем правдинске мама встала твоя грудью и сказала он на ней женился они обвенчались и у вас там такие вот эти грему дремучий дремучий лес что-то еще не заговариваюсь дремучий лес что одно венчание о чем-то говорит ну тогда понятно почему школа молчала почему гинекологи молчали и как бы к вчера сказал и такая была глупо я думала что ребенок через попу идет а делала ты его через попу этого ребенка а спала ты с мужиком как через попу ты как минимум девять месяцев спала с мужиком могла бы книжку открыть почитать да понимаешь в 2000 каком там году тунею втором году уже был интернет ты могла бы залезть и почитать а что там было как рождаются дети ночью она из себя строит такую наивную глупую девочку как будто она не видела как рожают животные хотя у нее все щенились катились хомячились и все на свете она не видела да ты что у меня когда щенилась собака моему сыну было шесть лет он это сказал ой теперь знаю откуда не вылазит видел это но изобразить из себя такую прям девочку целочку куколку с капота машины ничего не понимаешь такая барби глазами хлопающие извините это глупость дальше что меня возмутило про отъезд ее пустынь все прекрасно помнят ну кто за ней как бы периодически следит ее статью на дзене где она выставила фотографии ну ладно я не буду боя там то что хотел не стерилизовать еще что-то это все пофиг то что мужик не хотел детей много эту другу понятно я хочу сказать когда феде было день рождения и отмечали вы его в доме твоей мамы но вы все отмечали в доме твоей маме потому что с ним с ним практически не жал прежде ходил тебя просто оплодотворять и свои потребности но найти такая помойная яма куда дерьмо слить он приходил к ней нажила с мамой но он периодически там и убрал потому что коттеджи он сдавал и строил и сдавал а желанна всем с мамой и есть фото такое где феде день рождения и там лёша сидит на диване внешне можно сказать что лёшки где-то от 8 до года но мы знаем что у феди день рождения в апреле 1 апреля лёшка рожден в январе то есть на фото фотографии не может быть что ребенку два с половиной месяца и он сидит значит ему год и два месяца ну у них разница там такая приблизительно то есть в январе он родился в январе ему год исполнился в апреле феди был день рождения первого лёшка там начали но почти год и три месяца ты еще жила с матерью и там был дядя боря да и эта фотография ты выставила это не трудно посчитать то что и сама подписала день рождения феди сколько тому лет я не помню а увез он тебя зимой значит уже лёшки было два года почти а ты говоришь с грудным ребенком он тебя увез и не он тебя увез ты жила с мамой боря лежал в больнице с переломным хребтом ты начала шляться по мужикам и соседи соседи в доме пришли к твоей матери и моей матери не было стыдно она уже привыкла к этому соседи пришли искали убери эту шалаву куда-нибудь мужик в больнице она ни одного мужика не пропускает и тебя в пустынь увезли кто твоя подруга твоя мама с машинкой стиральной совсем имуществом увезла она и через месяц то через месяца два после того как ты была в пустыне твоя мама побежала к твоему бывшему мужу подписывать заявление о расторжении брака все было так поэтому все что говорит быкова это все вранье она хочет быть белый пушистый а мы правду знаем то мы знаем правду хотим донести ее люди поэтому на этом я заканчиваю свое вещание то есть меня вчера возмутила и и вот эта сказка про белого бычка про борю я его не оправдываю ну не на капельку я его не оправдываю и она вот у него такая да нет у него никакой болезни ты вчера к ваш вот ему моему мужу лет 80 ему чуть больше 60 маме его больше 80 да он живет с мамой и ты правильно сказала каждый что хотел то и нашел он живет с мамой живет своих квартирах домах с этого имеет деньги а ты живешь со своими табором кто за что боролся на то и напоролся ему денег хватит он очередной коттедж продаст ее в него во денег будет вполне может купить твоим детям квартиру но не тебе своим если захочет все мои дорогие на этом я прощаюсь всем пока пока завтра то есть может быть сегодня или завтра цена уже будет больше на компьютер она чем больше просит тем меньше ей донатят а муж набор не знаю ну не у своя математика хорошей погоды хорошего настроения удачи